Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских командах, выступающих в Еврокубках, и сосредоточимся на московском локомотиве, которому предстоит тяжелейший матч против Мюнхенской Баварии. И вот в преддверии этой встречи я собрал самые интересные комментарии иностранных фанатов касательно игры мюнхенцев и москвичей. И сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Михаэль Вольф. Локомотив смог устоять на выезде против Зальцбурга. И это сейчас дорогого стоит. Я смотрел обзор матча. И Локомотив симпатичная команда. Байерн. 19-87. Разумеется, соперник уступает нам в классе. А после победы над Атлетико многие считают, что мы непобедимы. Но недооценивать соперника нельзя. Ювентус в прошлом сезоне недооценил Локомотив и дважды чуть не проиграл Рускин. Ну, был такое дело, помним. Сандро Андерс. Я опасаюсь атаки Локомотива. Один из лучших форвардов в прошлом сезоне в составе Локомотива выступал в Порту. А второй забил решающий гол на чемпионате Европы 2016 года. Они могут быть очень опасны. Ну, речь, конечно же, про Зелуиша и Эдера. Мухаммад Чоглу написал, в Москве играть будет очень тяжело. Погодные условия, тяжелые газоны, недружелюбные русские ультрас. Ну и команды российские дома играют лучше, чем на выезде. Кристоф Ланке. Я посмотрел состав Локомотива и сперва не поверил, у них играет Райкович. Этот клоун еще кому-то нужен, причем команде из Лиги Чемпионов. Если он выйдет против Баварии, это будет самая крупная победа в истории Лиги Чемпионов. Но я думаю, вы знаете, что Райкович в Германии славится как мастер поевозов и, в общем-то, не без оснований. Здесь немецкий фанат вот так критически относится к появлению сербов в составе Локомотива. Но, насколько мне известно, Райкович в матче не сыграет из-за повреждения. Александр Хайнц. Локомотив в прошлом году обыграл Байер, причем сделал это в Ливеркузене. Команда очень сложная, с организованной обороной, которую возглавляет Чорлука. Ну, от себя хотелось бы добавить, что Чорлука бывший футболист Байера и вообще знаком с немецким футболом, что, возможно, будет плюсом для нашей команды. Вилли Кольбахер написал. Тоже мне достижение. Кто не обыгрывал Ливеркузен? Бавария сейчас совершенно другая команда, и она должна уничтожить Локомотив. Ну, если кто вдруг не знает, Ливеркузен — это такое, скажем так, простонародное прозвище, которое дали Байеру после ряда неудачных сезонов, когда команде все время немножко не хватало, чтобы добиться победы, трофея или того же самого чемпионства. Вот поэтому иногда и называют. Ливеркузенский Байер — Неверкузен. То есть никогда. Тайфун Шентюрк написал. Бавария, конечно же, фаворит, но у нас иногда случаются провалы, когда мы отдаем очки в тех матчах, в которых этого никто не ждет. В этом сезоне у нас уже был провал, а Локомотив в Москве — очень непростой соперник. Ну и Юрген Хойт написал. У Локомотива отличный состав. Черлука, Зелуиш, Криховья, Крыбус — все это игроки высокого уровня, ранее выступавшие за серьезные команды. Ну что ж, будем надеяться, что эти серьезные футболисты помогут Локомотиву добиться нужного результата, хотя бы ничьи. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.